Как в Североказахстанской области реализуют республиканскую программу Нурлы Жоу? В Петропавловске на партийных слушаниях говорили о развитии инфраструктуры региона, которая осуществляется в рамках госпроекта. У народных избранников накопилось много претензий к качеству работы и срокам их выполнения. Подробнее Ксения Куценко. 10 проектов. Масштабная ремонтная компания инфраструктуры стартовала в этом году. Реализуют ее по программе Нурлы Жоу. Систему теплоснабжения меняют в селе Саумалкольной. Эти цели уйдет более 440 миллионов тенге. В Петропавловске принялись за реконструкцию сетей водоснабжения. По Кузыжарсу реализуется проект, как реконструкция коллектора по улице Мусрепова, реконструкция дамбы, пруда накопитель восточных водамутки, канализационная насосная станция по улице Токсанби, КНС по улице Петрово, Пелман-Вильдан и канализационная станция номер 3. На сегодня освоение по всем проектам 68,5%. В график компании укладываются, впереди еще год, чтобы все завершить. Но главное не темпы работы, а их качества. К нему, как показывает опыт, много претензий. Кто должен осуществлять контроль за прокладкой труб, за сроком их службы и почему подрядчик часто забывает благоустроить территорию после проделанных работ. Особенно много таких вопросов по городу Петропавловскому. Самая главная проблема, я считаю, что это по тепловым сетям, которые допустили в этом году. Этого Алтасарина, значит, вот эти две магистральные гипотрассы, которые когда там начали работу. Вот тут вопрос, почему начали поздно? И почему доводится до ноября месяца в такой ситуации? Это же огромное напряжение для людей. Контроль от партии будет на каждом этапе работы, отмечает заместитель председателя филиала Нур-Атана Артур Молдагулов. Далее о дорогах. Сегодня в Североказахстанской области по программе Нур-Лыжол реализуются три крупных проекта. Два проекта. Это завершение коридора Астана-Петропавловск, граница Российской Федерации, с выходом на приграничный пункт пропуска Жан-Жол. На сегодняшний день, значит, в целом по области для реализации данной программы на текущий год выделено 6,6 миллиардов тенге, из которых 4 миллиарда на сегодняшний день освоено. Курирует национальная кампания и ремонт путепровода через Южно-Уральскую железную дорогу в Петропавловске. Все лето проезд по Кировскому мосту был закрыт. Сегодня движение здесь возобновлено, но работы еще не завершены. Когда техника и люди уйдут с этого участка, интересуются депутаты. По проекту на то, чтобы выполнить все задуманное, у дорожников есть еще год, говорит Булатбек Айдбаев. Ксения Куценко, Рустам Тлюжанов. Новости МТРК.